Четвертый. Если вдруг кто-то пультировался сюда бессознательно, я расскажу, что эти концерты происходят раз в месяц, обычно в последний вторник каждого месяца. Мы собираем по три команды прогрессивно-уроковой направленности с достаточно широким стилистическим разбросом, чтобы вам было интересно и нам тоже. Потому что главная цель данных концертов — это по возможности дать импульс развития нашей прогрессивной творческой музыки и сделать так, чтобы артистам была возможность регулярно играть в хороших местах с хорошим звуком, а у вас была возможность опять же в приятной обстановке их послушать. На этот раз мы собрали очень, как мне кажется, интересный, контрастный состав выступающих. Все три группы играют инструментальную музыку, но делают это абсолютно по-разному. Первая группа «Элефант» — это наши очень-очень давние друзья. Мы в «Инроке» про них писали, делали интервью. Опять же, много раз их слышали на пустых холмах. Группа одна из таких талисманах, пустых холмов, как мне кажется. И они же регулярно выступают в других клубах, типа дома. И играют, мне кажется, смесь авантрока, неоклассики, этники и, наверное, еще чего-то, что вы сейчас услышите. Вторая группа этого вечера — органика. Это один из коллективов Алексея Бобровского, барабанщика, химика, астронома и человека. Зарекандарство себя многими другими подвигами. Поэтому все, кто слышал Бобровского с его Бобрузьевской ударной установкой, наверняка помнят и ожидают. Этого барабанной установки сегодня нет, потому что, если вы ее видели, то ее сюда притащить — это все равно, что запустить человека на марске, наверное, так. Все это сложно. Поэтому все происходит на обычных барабанах. А вторым участником коллектива «Органика» является Иван Шкунов, клавишник. Это его авторский материал. На что все это похоже, услышите. Будет буйно, громко, весело, хорошо. Наконец, третья команда — Aqueous and Signals. Гости из Тулы. Первый раз в серии «Prob Day» приезжает команда не из Москвы. Ну и что я могу сказать? Мне будет очень интересно их послушать, потому что, если я ничего не путаю, для них это тоже первый концерт. Группа делает свою музыку на репетициях, на джемах. То есть все это рождается живьем, поэтому живая форма для них самая оптимальная. А по стилю — это, как они говорят, смесь пост-рока и прогрессива. Гитарист группы раньше играл в тульской продметаллической команде «Promises Light», которая, увы, сейчас развалилась, а группа была тоже очень симпатичная. Ее мы так на нашей акции позвать не успели, зато зовем с дебютом Aqueous and Signals. И также хочу сказать, что у меня есть для всех вас небольшой подарок — это программа фестиваля. Вы можете ее взять на обходе, там на столике. И рядом с местом, где мы сидим, тоже на таком нотном тупитре они разложены. Берите, не стесняйтесь. Там написано про все, что вы сегодня услышите. Ну и журнал «Индрок», который, я очень надеюсь, вы хорошо знаете и регулярно покупаете. Так что я его принес сюда, просто чтобы вы не забыли, как он выглядит. А если вдруг забыли, то подходите, покупайте. Кстати, хочу сказать большое спасибо тому неизвестному человеку, который на прошлом фестивале купил номер, засунув под стопку журналов, засунув салфетку с нарисованной от руки логотипом «Индрок» подписью от анонимного читателя, и там было 100 рублей. Я прямо так растрогался, что если бы можно было бы, я бы только так бы журналы продавал. Ты приносишь большую кучу журналов, потом приходит большая толпа людей и кладет туда много-много здоровьего бумажек, и потом я прихожу и все это забираю. Но, к сожалению, реально стало немножко скучнее. Так что я готов пригласить на сцену группу «Элифант», а вам предлагаю наслаждаться. Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. 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 Добрый вечер. 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 Сейчас мы сыграем пес, которая так и никогда не будет, видимо, закончена. Она планировалась как такое эпическое произведение, симфония своего рода. К ней было написано кодек, к ней было написано вступление. Но коллектив наш таков, что встречи наши не всегда бывают частыми. И если уж собрались к тому моменту, и нужно было играть концертно, прямо срочно-срочно, мы успели сделать только фрагмент из этой большой пьесы. Что там было в начале и в конце, мы уже не помним, но пьеса, как я ее зафиксировала со своим названием, она называется «Фрагмент». Субтитры создавал DimaTorzok «Фрагмент» 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Мрачная музыка. Она была написана под воздействием греческих напитков такса. И поэтому она носит такое странное название демитоксикация. А сейчас по сути песня, которая рассказывает о том, как мы раньше каждое лето ездили в Крым, насадились в поезд и ехали куда-нибудь в Севастополь. Спасибо. И путешествие всегда делилось на несколько частей. Первое было радостное объезд из Москвы. Все, мы садимся, что-то такое достаем и как-то радостно делим. Потом мы доезжаем до станции Казачья Лопы, как сейчас помню. И там начинается второй этап нашего путешествия. Когда начинается таможня, начинаются всякие мытарства, паспорта, туалеты закрыты души. А потом все проходит и опять едем уже к морю, к солнцу. Вот несколько про это. Казачья Лопы 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 У Билла Эванса была композиция вальса «Вальс по дэми». Это я назвал его буквально для тёпл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА